Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин. И сегодня нас ждет история, полная загадок, мистики, пиратских сокровищ и морских легенд. Мы поговорим об острове Пальмира, который пользуется дурной славой. Но прежде чем я начну рассказ, я хочу сказать спасибо тем, благодаря кому этот ролик стал возможен. Тем, кто поддерживает меня на Boosty, Patreon, платными подписками на YouTube и разовыми донатами. Если вам также нравится то, что я делаю, и вы хотите меня поддержать, вы можете это сделать по ссылкам в описании под роликом. А теперь ставьте лайк, и мы переходим к нашей истории. Итак, Пальмира. Это небольшой атолл, находящийся к юго-западу от Гавайских островов. И на первый взгляд это райское местечко. Цветущий тропический остров, среднегодовая температура плюс 30, пальмы, кокосы, в общем тропический рай. Но пожалуй ни один остров не может похвастаться таким количеством легенд и странных происшествий. Одни из них просто байки моряков, которые легко разоблачить, другие объяснить гораздо сложнее. Но сегодня мы попробуем разобрать все, что нам известно об этом месте. Райский внешний вид атолла очень обманчив. Его окружают коралловые рифы, о которые разбивались и продолжают разбиваться корабли. И далеко не всем морякам удается добраться до суши, так как воды вблизи атолла кишат акулами, которые живут даже во всех внутренних лагунах. Так что купание там чревато последствиями. Коралловый риф богат рыбой. Вот только есть ее не стоит. Большинство видов питается ядовитыми водорослями, из-за чего накапливает сигуа токсин. Токсин, который вызывает сильнейшие спазмы, тошноту, рвоту, временную слепоту и даже смерть. Так что внешний вид острова очень обманчив. Но давайте переходить к легендам, которые, как и рифы, окружают этот остров. Раньше в портовых кабаках можно было услышать, что первыми на острове были моряки судна «Бетси», которая разбилась о рифы в 1798 году. Моряки пытались добраться до суши, но повезло только десятерым. Остальных съели акулы. И на самом деле это всего лишь морская легенда. Корабль «Бетси» действительно проходил мимо Пальмиры, но а рифы там не разбивался. Американское судно «Бетси» под командованием капитана Эдмонда Фаннинга в 1798 году действительно проходило мимо Пальмиры. И действительно чудом избежало гибели на рифах. Однако на берег моряки не высаживались. Но история там не менее загадочная. Капитан Фаннинг очень подробно описал ее в мемуарах. Он пишет, что лег спать в 9 часов вечера, как обычно. Но не прошло и часа, как он проснулся и обнаружил себя стоящим на верхних ступеньках трапа. Это обеспокоило его. Никогда раньше он не ходил во сне. Поговорив со старшим помощником, который нес вахту на палубе, капитан вернулся в каюту и уснул. Не прошло и получаса, как капитан Фаннинг снова обнаружил себя стоящим на трапе. Следующая попытка заснуть кончилась тем, что капитан обнаружил себя стоящим там же, на сей раз полностью одетым. И это настолько встревожило Фаннинга, что он отдает приказ лечь на ночь в дрейф. Команда посмотрела на капитана, как на сумасшедшего. Однако приказ исполнила. А утром все заметили пенные буруны на волнах, которые свидетельствовали о подводных рифах. Если бы корабль ночью продолжил идти с той же скоростью и с тем же курсом, то они бы действительно разбились у берегов Пальмиры. И капитан Фаннинг утверждал, что именно он открыл остров. Но очевидно, это не совсем правда. В бортовом журнале мы читаем такие строки. Мы предположили, что видели землю с верхушки мачты к югу от Отмели. Но стоял такой туман, что мы не были в этом уверены. Поэтому первооткрывателем Аттола официально считается американский капитан Корнелиус Соулэ, который назвал его в честь своего корабля Пальмира. Соулэ и его люди не просто видели вдалеке землю, но и высадились на острове 10 ноября 1802 года. В отчете об открытии, перепечатанном в официальном журнале британского адмиралтейства, говорилось, что остров необитаем. Там нет пресной воды, но зато в большом количестве растут кокосовые пальмы, на коих имеются огромные кокосовые орехи. И очевидно, капитан Соулэ не слишком хорошо осмотрел остров, так как он пишет, что там нет пресной воды. На самом деле на острове есть сразу несколько пресных источников. Капитана тоже часто записывают в жертвы Пальмиры. Однако он и его команда полным составом благополучно вернулись домой и доложили об острове в адмиралтейство. Еще один интересный факт заключается в том, что американская экспедиция под командованием Чарльза Уилкса, изучавшая острова в Тихом океане с 1838 по 1842 год, обнаружила на Пальмире неких туземцев. В отчете не говорится, сколько человек проживало на острове, зато высказывается некое сожаление. Вот что он пишет. Эти обособленные острова не посещаются судами нашей страны, и с туземцами не поддерживаются дружеские отношения. Польза и помощь, которые моряки, потерпевшие кораблекрушение, могли бы получить от этих грубых обитателей, окупили бы потраченные на это время хлопоты и расходы. И это все, что мы знаем о жителях Пальмиры. Кроме Уилкса, их больше никто не видел. В середине 19 века на толп претендуют сразу три страны. Англия, США и Королевство Гавайи. И на удивление капитан Бен Зенос 15 апреля 1862 года поднял над островом Гавайский флаг и объявил его собственностью короля Гавайских островов. И к тому моменту остров уже был необитаем, туземцы которых обнаружили 30 лет назад куда-то исчезли. И в целом тут нет особой мистики. Возможно, Пальмиру опустошила эпидемия, работорговцы или жители переселились в более благополучное место. На рифы рядом с островом с завидным постоянством садились различные суда. Одним из них стал барк Хенри Джеймс, который налетел на рифы 16 апреля 1888 года. Моряки на шлюпках добрались до Пальмиры и обнаружили на атолле полуразрушенные хижины европейского образца. И на двери одной из хижин ножом было нацарапано имя Иона. Однако, кто их построил, оставалось только гадать. Все сошлись на том, что их построили такие же потерпевшие кораблекрушения. Но о их судьбе ничего не известно. Однако эти хижины могли принадлежать, например, пиратам. Так или иначе, экипаж Хенри Джеймс был снят с острова в мае того же года и благополучно вернулся домой без всяких приключений и мистики. А в начале 20 века все эти мистические интересы сменяются чисто коммерческими. И остров начинает переходить из рук в руки. В конце 19 века США захватывает королевство Гавайи. И Пальмира становится американским островом, находящимся в частной собственности у Тихоокеанской судоходной компании. Тихоокеанская судоходная компания продала Пальмиру некому господину Уильяму Кинни за 750 долларов. Два месяца спустя Кинни продает его господину Вундербергу за 500 долларов на 250 долларов дешевле, чем купил. Так себе сделка. В 1911 году судья окружного суда Гавайев Генри Купер купил Пальмиру у наследников Вундерберга за 750 долларов. А в 1922 году перепродал уже за 15 тысяч долларов семье Фуллард Лео. И наверняка вас мучает вопрос, почему за несколько лет цена на остров выросла в десятки раз. Ответ достаточно прост. В те годы Гавайи взбудоражили слухи о сокровищах, якобы зарытых на острове Пальмира. И владелец острова мог сказочно обогатиться. В 1816 году из Перу вышел испанский корабль Эсперанца. С грузом золота, серебра и ценностей на огромные суммы. Только серебра в слитках было на полтора миллиона песо. На четвертый день плавания его захватили пираты. В ходе сражения пиратское судно получило несколько тяжелых пробоин. И его пришлось бросить. Пираты перебрались на Эсперанцу и предложили выжившим испанцам присоединиться к ним или отправиться за борт. От такого щедрого предложения никто не отказался. И корабль направился в сторону Макао. На 34 день плавания Эсперанца напоролась на коралловые рифы. Корабль протекал так, что дальнейшее плавание было слишком опасным. И его решили посадить на мель у одного из небольших островков. Как вы догадались, этим островком стала Пальмира. И пиратская команда, работая без устали из разбитой Эсперанцы, строит корабль поменьше, куда грузит все золото и команду из 80 человек. Но серебро было слишком тяжелым, и корабль его бы не утянул. Его приходится спрятать на Пальмире. Охранять его оставляют 10 человек-пиратов, за которыми обещают вернуться. Они строят хижины и начинают ждать, когда за ними вернутся товарищи. И тут, кстати, сразу вспоминаются те хижины, которые обнаружила европейская экспедиция. И думала, что они принадлежат потерпевшим бедствия морякам. Возможно, это были хижины тех самых пиратов. И оставленные пираты ожидали целый год, что за ними придет корабль. За это время четверо из них умерло. Пираты подумали, что их товарищи погибли в море вместе с золотом и решили не сидеть сложа руки. Шестеро пиратов из оставшейся десятки построили плод и вышли на нем в море. На 13-й день плавания разразился такой шторм, что четверо из них были смыты за борт, а вся провизия оказалась безнадежно испорченной. Двое выживших пиратов ослабели от голода и не могли управлять судном. В конце концов, их спас американский китобой. Но было уже слишком поздно. Один из пиратов умер прямо на борту, а второй в госпитале Мишн-Сити, будущего Сан-Франциско. А дальше все как в приключенческих романах. Перед смертью пират рассказывает о кладе одному из матросов. Тот решает не докладывать начальству и хочет сам добраться до спрятанного серебра. И капитан Волкер, к слову, уважаемый человек, якобы услышал эту историю от того самого моряка много лет спустя. Когда тот был уже стар, болен и потерял всякую надежду найти сокровища. Еще один капитан Уильям Фостер тоже якобы слышал эту историю уже от другого моряка, который оставил ему на хранение пакет с письмами и документами, а потом ушел в плавание и не вернулся. Эти два джентльмена и породили слухи о сокровищах, которые подкинули цену на остров до небес. И разумеется, господин Фуллард Лео, который купил остров за бешеные деньги, перерыл его вверх дном, но никакого серебра не нашел, а Тол приносил ему только убытки. И когда японцы предложили ему 40 тысяч долларов за то, что они построят на острове рыболовную базу и консервный завод, он готов был согласиться. Но тут вмешалось правительство США. Они отменяют сделку и говорят, что остров имеет стратегическое значение и там будет построен военный аэродром. И оказалось, это было не зря. Началась Вторая мировая война. Остров покрылся бункерами и пулеметными точками. Все ждали атаки японцев, но она так и не произошла. Единственный случай со стрельбой на Атоле произошел 23 декабря 1941 года, когда неподалеку всплыла японская подлодка и открыла огонь из бортового орудия. Американцы открыли ответный огонь и заставили субмарину скрыться. И к августу 1942 года на острове жили уже 1664 военных и 59 гражданских лиц. Именно в это время легенда об острове получили, так сказать, новый виток. Многие рассказывали, что американцы постоянно испытывали чувство неясного страха, тревоги, а порой просто безотчетного ужаса. Ни дня не проходило без драк, несколько военнослужащих исчезли без вести, а еще несколько наложили на себя руки. Но если честно, на немногочисленных фотографиях с Пальмиры американские военные не выглядят страдальцами. У них вполне довольные лица. А моряк Уильям Сандерс, который служил на Пальмире во время Второй мировой, вспоминал, что военных скорее одолевали приступы счастья, нежели страха и ужаса. И это несложно понять. Война была далеко, климат тропический, делать особо ничего не надо, жуй бананы, ешь кокосы. И вот что вспоминает Уильям в своих мемуарах. За все время, что я там находился, я не был свидетелем и не слышал о каких-либо сверхъестественных явлениях. Я провел на Пальмире около полутора лет. Мы знали, что японские подводные лодки проникали сюда, но это было в начале войны. И пока я служил на острове, обстрелов или бомбежек никогда не было. За это время мы потеряли только один самолет, и то из-за очень плохой погоды. Но война закончилась. И в 1947 году владелец острова Фуллард Лео, которому все это время на самом деле принадлежал этот клочок суши, наконец-то выиграл судебную тяжбу и потребовал, чтобы американские военные покинули его частную собственность, что они поспешно и сделали. Причем в достаточно своеобразной манере. Они побросали там бункеры, крупнокалиберные пулеметы, джипы и кучу военного оборудования. Они просто сели на самолеты и улетели, оставив на острове все эти военные базы. Потому что вывозить их оттуда было дороже, чем там бросить. И опустевший Аттолл привлек внимание мародеров, которых Фуллард Лео никак не мог остановить. Они разграбили все ценное оборудование и развлекались тем, что расстреливали джипы и грузовики из крупнокалиберных пулеметов. Тем не менее, еще в 1970-х годах на Пальмире можно было разжиться военными сувенирами или даже налить бесплатного горючего, которое побросали американцы. Эта анархия посреди океана закончилась резонансным убийством. В 1974 году на Пальмире скрывался от закона 36-летний наркоторговец Уэсли Уолкер по прозвищу Бак и его любовница 28-летняя Стефани Стернс. Они приплыли на Пальмиру с небольшим запасом продуктов на старенькой яхте, которую успели повредить Арифы. Поселились они в старом военном бункере, на крыше которого развели плантацию запрещенных растений. И в это же время на Пальмиру приплывает богатая пара бизнесменов из Сан-Диего. 43-летний Мальком Грэхэм и 40-летняя Элеонор Грэхэм. Они собирались прожить на необитаемом острове год или может даже больше, но обнаружили, что он не такой уж необитаемый. Для парочки преступников, оставшихся без яхты и еды, соблазн был слишком велик. Выбрав удобный момент, они избавились от читы Грэхэмов и завладели их роскошной яхтой Сиа Винт, а свою утопили. Преступники перекрасили яхту и вернулись в Гонолулу. Но Уолкер и Стернс не учли, что яхта Сиа Винт была хорошо знакома гавайцам. Началось следствие, во время которого преступники уверяли, что Грэхэмы сами куда-то пропали, может быть утонули в лагуне, а не просто взяли бесхозную яхту. И в итоге Стефани Стернс осудили за кражу яхты. А Уолкеру удалось бежать, и он ударился в бега. Возможно, на этом история бы и закончилась. Но тут вмешался случай. В 1981 году остров посетили яхтсмены Шерон и Роберт Джорданы. Прогуливаясь по пляжу, они наткнулись на череп и человеческие кости, которые, по-видимому, выпали из выброшенной на берег штормом металлической коробки времен Второй мировой войны. На останках были явные следы насилия. Вследствие экспертиза подтвердило, что это были останки Элеонор Грэхэм. Уэсли Волкера приговорили к пожизненному заключению, а Стернс на удивление оправдали. Адвокаты утверждали, что она ничего не знала об убийстве и была не при делах. И 2 сентября 2007 года Уэсли Волкер был условно-досрочно освобожден после 22 лет от ситки. За время своего срока он написал достаточно толстую книгу об этом преступлении, в которой утверждал, что оно произошло из-за неудачного любовного треугольника. В этой книге Волкер утверждает, что у него был роман с Элеонор Грэхэм, а Малькольм сам убил жену в припадке ревности после того, как случайно увидел их на борту яхты. Потом началась драка, и Уолкер убил Малькольма, так сказать, в целях самообороны. И на самом деле, именно этот криминал привлек внимание к острову и породил его дурную репутацию. Винсент Буглиози напишет книгу о случае с семьей Грэхэм «And the sea will tell» и море расскажет. В 1991 году она станет бестселлером номер один по версии The New York Times и создаст вокруг острова дурную репутацию. Никто из моряков, рассказывавших о Пальмире жуткие истории, не мог сказать, что именно не так с атоллом. Все ссылались на дурные предчувствия, неприятные ощущения, остров казался враждебным и так далее, и так далее. Из моряков на острове никто особо не пропадал, не погибал, и кроме рифов, акул и ядовитых рыб никаких угроз там нет. В 2000 году фонд The Nature Conservance выкупил Пальмиру у семьи Фуллард-Лео и превратил в морской заповедник. Ученым удалось истребить всех крыс на атолле и вернуть местную живность, которую они извели. Однако статьи, в которых Пальмиру называют островом-убийцей или самым жутким островом на свете, появляются до сих пор в разных журналах и интернет-изданиях. И на мой взгляд, нет в этом ничего плохого. Некоторым просто нравится щекотать себе нервы такими мистическими историями, которые впоследствии тоже переходят в область науки, которая называется фольклористика, и становятся морскими легендами, которые очень интересно изучать. Надеюсь, сегодня мы немножко распутали этот клубок мистических историй вокруг острова Пальмира, и вам тоже было интересно. Если это так, обязательно поставьте лайк под этим роликом, напишите в комментариях все, что вы думаете по поводу этой истории, я все комментарии читаю. Не забудьте подписаться на канал, если вдруг еще не подписаны. Нажми на кнопку подписаться, я знаю, многие смотрят без подписки, но ты-то нажмешь, правда? Можешь поделиться этим роликом со своими друзьями, наверняка им тоже будет интересно. А также я напоминаю, что меня можно поддержать на Бусти, Патреоне, платной подпиской на Ютубе или разовым донатом. Ссылки на эти ресурсы в описании под роликом. И большое спасибо всем, кто уже откликнулся и поддержал меня. Это действительно большая помощь для существования этого канала. А с вами был Владимир Чайкин. Всем пока.